всем привет это наш пятый урок и наша тема делимость первое задание пусть пи больше чем 3 и пи это простое число докажите что пи в квадрате минус 1 делится на 24 как мы 24 8 умножить на 3 и 8 и 3 то взаимно простые числа то есть 8 и 3 не имеют общих делителей примеру все делители 8 это единица пайка 4 и 8 отделители 3 нет и 3 то есть они не имеют общих делителей поэтому они 8 и 3 взаимно простые числа то есть нам достаточно доказать что пи в квадрате минус 1 делится и на 8 и на 3 первое докажем что пи в квадрате минус 1 делится на 3 знаем что пи это простое число и пи больше чем 3 поэтому пи пи не делится на 3 так как пи это простое число и больше чем 3 значит пи дает остаток 1 или 2 при делении на 3 первый вариант если пи дает остаток 1 мод 3 тогда пи в квадрате минус 1 это будет пи это 1 1 в квадрате минус 1 0 мод 3 то есть пи в квадрате минус 1 делится на 3 и второй случай если пи дает остаток 2 при делении на 3 вот 3 поэтому число пи в квадрате минус 1 тогда пи в квадрате минус 1 будет пи 2 в квадрате минус 1 это 4 минус 1 равно 3 3 при делении на 3 дает остаток 0 поэтому число пи в квадрате минус 1 делится на 3 и 2 доказали что пи в квадрате минус 1 всегда будет делиться на 3 теперь докажем что пи в квадрате минус 1 также будет делиться на 8 теперь пи в квадрате минус 1 то есть пи в квадрате минус 1 разделить на 8 это целое число если докажем что это целое число значит пи в квадрате минус 1 будет делиться на 8 в квадрате минус 1 этапе минус 1 умножить на пи плюс 1 разделить на 8 пи это простое число и пи больше чем 3 поэтому пи это нечетное число нечетное число и пи минус 1 разность нечетных чисел то есть четное число и пи плюс 1 тоже четное число поэтому пи минус 1 делится на 2 и пи плюс 1 тоже делится на 2 пи минус 1 2 умножить на какое-то число и пи плюс 1 это тоже 2 умножить на y еще докажем что пи минус 1 или пи плюс 1 всегда делиться на 4 то есть одно из них всегда будем делиться на 4 первый случай пи это нечетное число значит будет давать остатки нечетные остатки при делении на 4 так как 4 это четное число то есть 4 остаток 1 или 3 первый случай если остаток единица то пи минус 1 будет давать остаток это 1 1 минус 1 там 0 мод 4 то есть число пи минус 1 будет делиться на 4 а пи плюс 1 будет делиться на 2 здесь будет 4 умножить на какое-то число допустим а тогда их произведение пи минус 1 умножить на пи плюс 1 это будет 4а умножить на 2у пи минус 1 умножить на пи плюс 1 и разделить на 8 2 и 4 это 8 8 и 8 сокращаются остается а умножить на 2 а это целое число то есть мы доказали что если пи при делении на 4 дает остаток единицу то это число будет делиться на 8 и второй случай если пи дает остаток 3 при делении на 4 вот 4 тогда пи плюс 1 3 плюс 1 4 и 4 разделить на 4 остаток 0 мод 4 поэтому пи плюс 1 делится на 4 то есть пи минус 1 это четное число 2 умножить на какое-то число а и пи плюс 1 так как оно делится на 4 пи плюс 1 это 4 умножить на т и их произведение пи минус 1 умножить на пи плюс 1 это 2а а а умножить на 4т 4 это 8 умножить на а на т то есть если пи минус 1 умножить на пи плюс 1 разделить на 8 то будет если это разделить на 8 тоже разделить на 8 тогда 8 и 8 сокращаются остается а умножить на 4 это целое число значит пи минус 1 умножить на пи плюс 1 делится на 8 то есть пи в квадрате минус 1 всегда будет делиться и на 8 и на тройку значит пи в квадрате минус 1 делится на 24 идем дальше следующий пример а б ц это целые числа их сумма делится на 6 а плюс б плюс c делится на 6 а плюс б плюс c делится на 6 значит а плюс б плюс c это 6 умножить на к а к это делитель а плюс б плюс c значит c это 6 умножить на к и минус а и минус b если здесь вместо c если здесь вместо c подставить 6 к минус а минус б хочется а в кубе а в кубе а в кубе плюс б в кубе и плюс c в кубе c это 6 к минус а минус б и третьей степени надо найти остаток при делении на 6 вот 6 то есть нужно доказать что остаток будет 0 как мы это докажем 6 к мод мод 6 6 при делении на 6 дает остаток 0 это 0 умножить на к это 0 мод 6 то есть 6 к это 0 мод 6 тогда а в кубе плюс б в кубе плюс это 0 остается минус а минус b и в кубе остаток мод 6 6 это а в кубе плюс п в кубе и минус выносим на скобки будет плюс и плюс п в кубе получится а в кубе плюс п в кубе и минус если раскрыть скобки а в кубе плюс 3 а в квадрате умножить на b плюс 3 а b в квадрате и плюс b в кубе и am скобки а в кубе v в кубе минус а минус 3 а квадрате b минус 3 v в А в квадрате и минус v в кубе а в кубе и минуса qui остается 3 минус 3 умножить на а в квадрате пей и минус 3 а в квадрате минус 3 выносим за скобки остается а в квадрате б и плюс а в квадрате если произведение а и б вынести за скобки остается а и плюс и надо найти остаток при делении на 6 6 если докажем что число минус 3 оба множить на а плюс b разделить на 6 если она целая то знаменатель этого числа будет делиться на 6 если это целое число как мы тогда скажем 6 это 3 умножить на 2 3 и 3 сокращаются остается минус а в умножить на а плюс b и разделить на 2 а ибо это целые числа если 1 если а или б это если четное число а или б четное число тогда произведение число а и б будет делиться на 2 если а и б нечетное число нечетное числа то сумма этих чисел а плюс б будет четным нечетное число плюс нечетное число дает нам четное число чётные число делятся на 2 поэтому произведение этих чисел всегда будет делиться на 2 то есть это целое число и доказали что а в кубе плюс б в кубе плюс ц в кубе делится на 6 если сумма а в ци делятся на 6 идем дальше следующий пример пи это простое число и пи больше чем 2 нам нужно доказать что делится на то есть делится на это простое число если все эти числа разбить на пары первое число и последнее число приведем к общему знаменателю будет пи минус 1 и плюс 1 зрительно пи минус 1 минус один остается пи разделить на пи минус 1 это пи умножить на 1 разделить на пи минус 1 если вот таким образом разбить все эти числа на пары то есть один разделить на к и плюс п минус к к это все числа от единицы до п минус 1 у нас получится приводим к общему знаменателю общий знаменателю такая умножить на п минус к и п минус к плюс к минус к плюс к плюс к плюс к то есть все эти пары дает нам число которого числитель всегда делится на пи что доподвигает shooter м разделить на пи минус к Avenue n разделить на ее сумма всех этих чисел поэтому пи flare ams dei это будет и минус 1 будет и умножить сумма вот этих двух чисел дает нам пи может мы делали на пи минус 1 и пас сумма этого числа и пи минус 2 это пи умножить на какое-то число и так дальше пи умножить на все числа если вынести пи из-за скобки здесь будет сумма каких-то чисел все какие-то числа значит это число делится на пи там дальше любое натуральное число и стичная запись которого состоит из одинаковый цепь делится на 37 например 111 или 222 все они делятся на 37 или если вот n это 2 то 3 умножить на 2 это 6 если число состоит из 6 одинаковых цифр то есть 3 3 3 6 цифр то это число должно делиться на 37 то есть 37 умножить на какое-то число как мы это докажем если если это число это число в котором все цифры одинаковые и количество цепь 3m то есть все цепь одинаковых а здесь 3m то есть а это любое число от единицы до видите х может быть 1 здесь там 3m или 8 8 8 но цифра всегда должно быть 3m а n это любое число например это число можно можно записать эти 3 умножить 1 или любое другое число у которого вся цифра одинаковы например 7 можно записать видите 3 умножить 7 умножить на 1 значит это число можно записать как равен умножить на 1 1 и 2 3m цепь а это число всегда будет делиться на 111 потому что здесь количество цифр 3m то есть количество цифр делится на 3 то все цифры можно разделить на группы из трех цифр примерно 111 первая группа и вторая группа тоже 111 то есть это число всегда будет делиться на 111 делится на 111 но мы знаем что 111 это 37 умножить на 3 значит 111 делится на 37 значит все числа которые делятся на 111 будут также делиться на 37 и и x всегда будет делиться на 37 ну что не требовалось наказать и 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